Построить великое будущее для нас, российским властям, за 20 лет правления так и не удалось, поэтому они решили создать для людей великое прошлое. Понятно, что это просто шутка, найденная мною на просторах интернета, и тем не менее, начинаем. А в России, наконец, дан старт избирательной кампании главного кандидата на пост президента страны в марте, в связи с чем уходящая неделя прямо зваляла в майне положительных внутрироссийских новостей. В кои-то веки пропагандисты почти не говорили об Олеппо и что-то мухохлов напротив. С гордостью рапортовали, Владимир Путин предложил позаботиться о россиянах, и в первую очередь российских молодых семьях, решивших обзавестись пополнением. Не дело это, сказал царь-батюшка, что ребенок для граждан превратился в дорогое удовольствие, государство должно поддерживать такие инициативы, в том числе денюжкой. Ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет. Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного именемого ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году, в среднем, конечно, зависит от региона к региону, 10 523 рубля. В 2019 году 10 836 рублей. В 2020 году 11 143 рубля. А еще необходимо увеличить материнский капитал, ипотеку помочь молодым семьям вытянуть. Где же это видано, что молодые ребята, которые только-только жить начинают, оказались в кабале из-за того грабительского банковского процента, что предлагают наши кредитные организации. Будем компенсировать часть затрат, резюмировал главный, и детских садов построить бы нужно. Здесь зрители аплодируют. Аплодируют, аплодируют, аплодируют. Кончили аплодировать. Слушайте, да неужели прозрел на 2018 году правление? Эх, Алексей Анатольевич Навальный, это тебе не на митинге молодежь сгонять при помощи одной только харизмы. Тут замес покруче будет, могу поспорить. Что часть этой самой молодежи, на которую рассчитывали протестники, теперь точно за стабильность. Причем благодаря одной только этой инициативе Путина, во всяком случае, вся деревня и малые города, это реальная журналистика. И сегодня, как в той культовой песне, дядя Вова, мы с тобой. Поехали! Но не все то солнышко, что встает. В смысле, не везде деткам и их родителям счастье только улыбается. Вот этот замечательный документик мне прислали зрители из Красноярского края. Ребята, вы должны это увидеть. Речь идет о распоряжении тамошнего министра образования, адресованного руководителем муниципальных районов и городских округов и датированного с октябрем текущего года, цитирую. Министерство образования региона направляет в ваш адрес методические рекомендации по организации учебного процесса и переводе образовательных учреждений на условия, внимание, военного времени. Короче, школы там переводятся на режим работы мобилизационного периода. Хочешь мира, готовься к войне. Одной фразой. Японский городовой имени Ирины Яровой. Вы спросите, при чем тут Яровая, а не при чем? Просто как данная мадам, в каждой бочке закрывашка, в общем, так и депутаты, с чимушами красноярские, начали пример следи брать. Куда ни плюнь, везде они. Такое ощущение, что пук земли из Иерусалима в Красноярск каким-то мистическим образом переместился из Красноярска, то судебные решения какие-то прилетают в отношении ютуб-каналов из Саратова, которые вдруг признаются и не каналами, вовсе экстремистскими организациями, запрещают их то за увеличение зарплат. Слуги народа там сами себе ратуют и ведь даже пытаются потом объяснить это дело какими-то там, как им кажется, умными словами, как, например, сенатор Александров после известного скандала. Вот уж выдал, так выдал мужик. Безусловно, брякнул Александров, депутат должен получать больше, чем врач или учитель, потому что работа у него более ответственная. Требует более высокой квалификации, в конце концов, именно от результата работы слуги народа. Зависит положение врача, учителя, больного или школьника. Молодец, не растерялся. К слову, об ответственности и квалификации наших красавцев, так как раз по положению тех людей, о которых он сказал и можно судить, о профессионализме этих спиногрызов, нет? Они мне, знаете, футболистов наших напоминают, которые вроде и получают хорошие деньги, а за что никто не знает. Похоже, даже для самих футболистов это большая загадка. Ладно, продолжаем. Перемещаемся в Вологодскую область. И вот то, что я вам покажу сейчас, я даже не знаю, как это охарактеризовать-то. С одной стороны, оттуда вроде хорошая новость прилетела, а с другой, ну это ведь как посмотреть. В общем, я решил так. Я вам расскажу, а вы делайте выводы сами. Итак, речь вот о чем. На днях представители Вологодского ФАС опубликовали у себя на официальном сайте результаты проверки подразделения компании «Лукойл» в регионе, единственного продавца топлива, в заключении черным по белому написано, что на протяжении нескольких лет бензиновый монополист необоснованно завышал цены и получал сверхприбыли, по сути, обирая людей. Внимание на экран. Признать ООО «Лукойл» «Волга» нефтепродукт, нарушившим федеральный закон о защите конкуренции в части злоупотребления и доминирующим положением на территории Вологодской области путем установления и поддержания монопольно-высоких розничных цен на автомобильный бензин марки АИ-92 и АИ-95 в период с октября 2015 года по январь 2016 года. Согласно предписанию АУФАС, компания должна прекратить пользоваться доминирующим положением. О финансовом наказании речь не идет. Последний раз антимонопольщики предъявляли Лукойлу штраф в 146 миллионов рублей в 2009 году. Но суд отменил это решение, и больше попыток наказать монополию рублем не было. В других регионах АУФАС выносит решение, взыскивает огромные, многомиллионные штрафы. И в таких случаях эти монопольные организации вынуждены снижать цены, пусть, может быть, нам не на большие суммы, не на 5 рублей, но даже рубль-полтора для жителей нашего региона будет иметь большое значение. Урезать аппетиты нефтяного гиганта может и здоровая конкуренция. Больше заправок, хороших и разных. Лучше лекарства от бешенства цен. Услышали, да? Поймали Лукойл на жульничестве. И это хорошо. Слава богу, хоть где-то чиновники АТФАС работают, но при этом нарушителю даже штрафа не выписали. Просто погрозили пальчиком, сказав, ой, плохо, нельзя людей грабить и на них наживаться. Я балдю просто от этого решения. Слышали, да? Резюме, которое явно надиктовали этой журналистке. Больше заправок, хороших и разных. Ага. Зато попробуй какая-нибудь бабка встать на улице и продавать укроп со своего огорода, потому что ей тупо жить не на что. Раскатают по полной. Обложат трехэтажными штрафами. И по всем каналам о ней расскажут. Во всех газетах напишут, как о главном расхитителе социалистической собственности. А тут... Ну и напоследок. Это видео мне прислал зритель из города Конаково, что в Тверской области история тоже и веселая, и грустная одновременно. Но реально из разряда такое может быть только у нас. Рассказываю. Есть в этом городе несколько многоквартирных домов. И вот сейчас вы можете увидеть съемки с квадрокоптера. Вот один такой дом. Летим дальше. Вот второй. Третий. Всего их шесть, по-моему. А теперь в чем соль? А дело в том, что это не просто какие-то развалины. Это дома, в которых живут люди, но они не признаются аварийными, несмотря на то, что выглядят, мягко говоря, непрезентабельно. Да и холодно там, как мне кажется, без крыши, тогда с дырами со всех сторон. Ну я бы загрустил. Максимов, мэр города, глава города Шаталов, к нему обращаться бесполезно. Они сказали, у нас ничего нет. Хотя у них 10% поступает денег на ветхоаварийное жилье, и они должны были уже потихоньку по несколько квадрокоптеров терять деньги эти уходят в неизвестное положение. Куда мы не стоим. А еще смешнее, что несчастные, которые живут в этих холупах, не просто в них живут и мучаются. С них регулярно закап, ремонт, деньги собирают. Дурдом. К слову, я бы властям порекомендовал тех людей еще и налогом на роскошь обложить. Так, на всякий случай, чтобы жизнь медом не казалась. Ладно, закругляться пора. Это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в ютубе ссылка на нее сверху. Вы найдете больше полезной и интересной информации. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже масса интересного. В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok